Здравствуйте, дорогие слушатели! Наш недельный урок посвящен недельным главам. Диаспори читает две недельные главы, в Израиле только одну. Это глава Матас и Масай. В любом случае, весь еврейский народ с Божьей помощью на этот шаббез закончит книгу Бамидбар, весь цифер в пустыне. И в конце, когда заканчивают книгу, мы все говорим, вся община обычно встает, и мы говорим «хазак», «хазак», «анисхазак», то есть держаться, чтобы действительно для еврейского народа эта суббота была «анисхазак». Наши недельные главы, опять-таки, это очень длинное чтение Тора, это более двухсот посвященных диаспорей, читая насыщенные главы. В первой главе начинается глава с законами клятв, и потом приводится история о войне еврейского народа. Евреи идут на войну, евреи захватывают огромное количество пленных, и огромное количество... Они захватили там посуду, потом у нас учат законы каширования некошерной посуды, потом там подсчет всех трофеев. И после всех этих событий, эти события происходили на восточном берегу реки Иордан. То есть это современная Иордания, которая на самом деле по плану не должна была принадлежать еврейскому народу. То есть библейский, если так можно сказать, Израиль имеет свои границы, которые, кстати, тоже написаны в этих недельных главах. Эта часть не должна была принадлежать, не должна была быть часть библейской, если так можно сказать, Израиля. Лучше слово сказать, кстати, земля обетованная, слово обет, то есть ту землю, которую Всевышний пообещал евреям, земля обетованная, в себя не включала эту землю, но колено Гат и колено Рубана, когда они увидели замечательное пастбище, а у них было очень много скота, они пришли к Мойше, попросили, чтобы им дали эту землю. Мойше сделал договор с ними, что они посылают свои войска вместе с евреями захватывать основную часть Израиля, и им действительно были даны эти замечательные земли. И на эти слова, то есть вроде бы все замечательно, все, как говорится, легально, они попросили, им дали, ничего плохого в этом нет. Есть интересный медреж. По-моему, я этот медреж даже когда-то упомянул в наших лекциях. Я хотел бы больше заострить наше внимание на этот медреж. Медреж на эти отрывки Торы говорит, что было два великих мудреца в мире. Шнейха Хамим было. Один, это был еврейский, другой из других народов. Еврейский мудрец, это был Ахитойфл. Ахитойфл – это эпоха царя Давида, это был на самом деле учитель царя Давида, то есть был действительно великий мудрец Торы. И среди неевреев был великий мудрец, его звали Белам, мы недавно о нем читали. И оба пропали. Они были оба великими мудрецами, но, к сожалению, они оба пропали, и мудрость их пропала, и ничем-то хорошим не закончилась. Потом это же продолжает было два великих, два очень сильных человека. Гиборим. Один среди евреев, други среди других народов. Среди евреев это был Шимшин, Самсон Шимшин-Агибр. Его так и называли, Шимшин-Агибр. Среди неевреев это был Голиас, Голиас или Голиа. И они тоже, к сожалению, оба пропали. Я хочу сразу немножко отойти. Шимшин, в отличие от всех остальных персонажей этого Мэдеша, на самом деле он был праведником. Он был немножко интересный как бы персонаж в Танахе, не все его дела мы, как бы, до конца понимаем, но в целом мы его считаем как большим садиком, несмотря на то, что этот Мэдеш его, как бы, освещает с негативной точки. Итак, у нас было два силача и потом два богача, два очень богатых человека было в мире. Один был среди евреев, другой среди других народов. Среди евреев это был Корах, среди неевреев это был Гаман. И написано, в книге Лат-Ст приводится, он хвастается своим богатством, и оба тоже пропали. То есть Мэдеш перечисляет два мудреца, два силача, два богача, и все они, к сожалению, пропали. Задает Мэдеш вопрос, почему? Потому что ихние достижения, они не были даны от Бога, они были выхвачены ими, хатфу, выхватили. И потом Мэдеш говорит, что точно так же колено гада и рувана, поскольку они, как бы, взяли эту землю себе, они, к сожалению, первые, кто пошли в Галут, первые, кто пошли в изгнание во времена разрешения первого храма. Сначала они первые, кто пошли в изгнание, к сожалению, они не вернулись до сих пор ни часть десяти колен Израиля, которые мы ждем с приходом и шеях и даст Бог их возвращение. То есть Мэдеш заканчивает, что точно так же колено гад и рувана, к сожалению, они первые, кто пропали. И напрашивается несколько вопросов. Что Мэдеш говорит? Мэдеш говорит, что богатство, храбрость и мудрость этих персонажей с ними не остались, потому что они не были даны как бы даром от Бога. Все комментарии говорят, что все от Бога. Человек даже с самым примитивной верой в Бога понимает, что все вещи – это от Бога. Не может что-то произойти, если бы Бог этого не хотел. Наоборот, если Бог что-то хочет, оно произойдет по-любому. Что значит, они не получили от Бога? И само выражение «хатво» они хватали. Непонятное выражение, что они хватали. Человек не может ничего выхватить. Почему они были наказаны. Есть несколько объяснений, которые я хочу поделиться с вами. И они очень, по-моему, на злого дня, они все простым людям и мудрым людям, и простым людям очень важны знать. первое объяснение его приводят от имени Хедуш-Шарим. Хедуш-Шарим – это первый герзкий рэбэ. Другие книги тоже приводят похожие комментарии, что «хатво» – это значит, что они не чувствовали, что это от Бога. Конечно, все от Бога. Хотим мы это верить, не хотим мы в это верить. Отдаем мы себе отчет, не отдаем себе отчет. Все от Бога. Эти люди, они не давали себе отчет, они чувствовали, что они это взяли себе. Они взяли себе это богатство, они достойны этой мудрости, они стали такими сильными. Хатво, они схватили это. И поэтому Всевышний у них это потом забрал. И этому приводится разное объяснение, почему. Одно из очень простых объяснений, когда, знаете, когда человек дает кому-то вещь, долг, попользоваться. Вместо Сефер Тори. Очень многие люди, они пишут Свит Докторе из Беша Митсва, заплатить Сойферу, чтобы написали настоящий Свит Докторе, там много тысяч долларов стоит. И многие люди, которые могут себе это позволить, они ей свои к нам платят, и вот пишут настоящий Сефер Тори. Но потом, что с ней делать? Обычно держать у себя дома, это просто непрактично. Обычно эту Сефер Тори одалживают, дают на хранение в синагогу какую-то, чтобы этой синагогой ей пользоваться. То есть она дана в долг это самое, на пользователь. И люди обычно не против, чтобы ей пользовались. Но как только эти люди замечают, что пользователи делают вид, как будто оно принадлежит им, и забывают, что чья-то Сефер Тори, обычно люди это забирают обратно. Любая вещь, дорогая вещь, недорогая, если вы даёте её попользоваться кому-то, это могло быть какое-то место, какое-то предмет, неважно. Когда пользователь забывает, что он только пользователь, а не хозяин, начинает указывать, ещё даже хозяином начинает грубить, то хозяин просто забирает эту вещь обратно. То же самое здесь. Всевышний дал. Конечно, это было подарок, это было Всевышний, но нет его не чувства. Они чувствуют, что они схватили. И Всевышний поэтому забрал это обратно. То есть в жизни человек, это очень важный момент, человек, если уже что-то даже получил, не знает, что у него это останется. Очень многие люди в реальной жизни, когда люди, например, деньги, по-моему, это более простой пример, потому что мудрость и сила, как говорится, не всем дано, а деньги. Мы очень часто чувствуем, что вот, я заработал, я сделал хорошую сделку, и многие люди, они говорят, что пока я ещё не подписал контракт, последний бумаг, я ещё боюсь что-то говорить, чтобы не накаркать, не наговорить. Вот когда уже после, вот теперь, вот теперь оно уже моё, всё, теперь это уже 100%, вот можно похвастаться. Нет, когда не забывать, это всё ещё не твоё. Человек не должен чувствовать, что ты теперь моё. Да, теперь Всевышний теперь дал тебе это на пользование, ты пользуйся на здоровье, но не забывай, что это такое на пользование. Деньги, здоровье, вся наша жизнь, человек никогда не должен забывать. И чем больше он будет помнить, что оно ему дано только на пользование, тем больше шанс, что оно у него это останется. И наоборот, чем больше человек будет говорить и чувствовать, что это его, что вот я достал, выхватил, тем больше шанс, к сожалению, что он может это потерять. Ещё сам факт, это хватать. То есть каждый человек, на самом деле, так, скорее всего, природно устроен. Особенно люди, которые выросли при коммунистической действительности, когда, понимаете, если квартиру надо было выхватить, холодильник, если туалетную бумагу, выбросили туалетную бумагу в магазине, то надо было сразу встать в очередь и хватать. То есть вся жизнь, как бы на этом построена, что на идуже есть такое положение гехапт амитсия. То есть схватил что-то. Гехапт. Но человек должен помнить, что если Всевышний хочет, чтобы у кого-то что-то было, он это получит. То есть он будет делать минимальные свои усилия, прикладывать свои усилия, которые он должен прикладывать, конечно, если человек ничего не будет делать, Всевышний просто ему не даст. Но если человек будет прикладывать свои усилия, которые он должен прикладывать, он это получит. И если он это не получит, значит, не суждено, чтобы у него оно было. И поэтому вот этот факт схватить, это может быть на маленьком уровне, когда человек просто там что-то раздает на свадьбу, человек пришел на свадьбу, и он, когда только заходит, он видит, что по всему видать на столе мало порций. Он понимает, что или, может быть, денег нет, или мы не рассчитали, но он четко понимает, что всем не хватит, он бежит, сразу надо схватить место, понимаете, а не хватит, нужно хватать, брать, хватать. Человек так построен, и это очень неправильно, человек должен расслабиться, человек должен понимать, что он живет так один раз, и если всему суждено что-то получить, он это получит. Интересный есть момент, что для того, чтобы получить, человек должен понимать, что это и дно Всевышнего. То есть немножко мы теперь идем на шаг дальше. Медедж говорит, что Всевышний не дал это как бы в подарок. То есть человек для того, чтобы получить что-то Всевышнего, он должен как бы открыть свою руку. Если человек чувствует, что это он будет делать, это как будто он не открывает свои руки. То есть Всевышний не хочет ему давать. Очень часто Всевышний даже готов дать кому-то богатство, он готов дать кому-то мудрость, он готов кому-то дать силу. То есть человек даже может это заслужил, но он не может, Всевышний как бы не может, потому что он не хочет это ему дать, поскольку человек будет чувствовать, что это он, он это сделал, он это получил. И человек очень часто может, не дай бог, потерять те вещи, которые он должен был получить. Поэтому наша недельная глава, вот это неигадный рувен, они чувствовали, что вот они отвоевали эту землю. Опять-таки мы говорим о великих людях, мы все это пользуемся как примером. Для нас мы не знаем, что там происходило. Но неигадный рувен, неигадный рувен, они первые, кто потеряли это, потому что они чувствовали, что они как бы это схватили, они это взяли. Интересно, что у евреев, не только у евреев на самом деле, но у евреев есть обычай, что когда кто-то что-то новое покупает, новые одежды, новые вещи, принято говорить «ты сходешь». «Ты сходешь», «ты тхадешь». Это условный перевод «чтобы обновились». Имеется в виду, чтобы ты должен купить следующее. Если человек, например, покупает новый костюм, ему говорят «ты сходешь», чтобы ты удостоился, чтобы ты купил, дай бог, следующий костюм. Чтобы ты пережил свой костюм. Дай бог, если костюм будет жить дольше, чем хозяин костюма, это плохо. Поэтому принято сразу, люди, когда что-то новое, люди покупают новую машину, новую какую-то дорогую вещь, и им все знакомы, сразу говорят «ты сходешь». «Ты сходешь» – это значит «дай бог, чтобы она при твоей жизни поломалась». «Дай бог, чтобы при твоей жизни тебе пришлось купить новую». Не, чтобы она поломалась, чтобы она долго работала, но чтобы ты еще дольше жил. Интересно, что получается у евреев обычай, чтобы я не покупал. Опять-таки есть вещи, которые покупают, строят большие дома на 10 поколений вперед. Такие не надо желать, наверное, ты сходишь, не знаю. Но простые вещи, даже дорогие, только человек это приобретает. И вот он уже вложил, он подстратил сколько денег, сколько усилий. И вдруг ему все соседи, все знакомые теперь говорят, «Ну, дай бог, чтобы ты удостоился купить следующую». То есть человеку сразу напоминает, что это подарок от Всевышнего. Дай бог, чтобы тебе пришлось следующее покупать. Интересно тоже, что мы говорим два основных вида благословений. Есть такая вещь, как браха. Мы все религиозные веи знаем, что перед некоторыми вещами мы говорим благословение. Варуха, Туашем. Есть два основных вида благословений. Перед едой это Варуха, Туашем, Алакена, Малагайло. И там есть шесть разных благословений. И перед митцвами. И человек притягивает митцву. Он говорит, Ашер Кедышану, все они начинаются немножко длинные поступления, Ашер Кедышану, Бамитсой, Савитсивану. Мы говорим, спасибо Всевышний, который Кедышану, который осветил нас своими заповедями. И всевышний. Почему мудрецы это постановили? Опять-таки, человек, перед тем, как я кушаю, я получаю физическое наслаждение. Я должен себе напомнить, и это Всевышний дает. И когда я делаю какую-то митцву, надо тоже помнить, не забывать, откуда это берется. Таким образом, мы можем получить от Всевышнего эти подарки. Есть физические подарки от Всевышнего, когда Всевышний дает то, что на святом языке называется шефа. Он посылает, он дает, и Всевышний хочет давать. Всевышний, он наш отец, конечно, хочет давать. Но перед тем, как он нам это даст, иногда мы говорим браху, мы говорим браху, мы этим показываем, что мы даем себе отчет, кто нам это дает, теперь мы это получаем. Написано, что человек, который не говорит благословение перед едой, Димору говорит, что он ворует. Интересно, Димору говорит, что он ворует и у Всевышнего, и у всего еврейского народа. Если человек просто кушает без благословений, Димору называет, что он вор. Казалось бы, я знаю, очень многие люди, которые даже не религиозно воровать, как же так, мы такое никогда не допустим. А здесь Димору говорит, что любой еврей, который кушает, не поблагодарив Бога перед ворителю, он как бы вор. Почему? Потому что он не дает себе отчет, что ему Бог это дает. Если человек берет что-то, и он не понимает, у кого он это берет, это адекватно воровству. Более того, написано, что он ворует и у всего еврейского народа, потому что когда он говорит браху, слово барух, кстати, очень интересно, по-разному переводится. На одно из объяснений слово барух, не только благословен, но брейха, на еврите, вы знаете, брейха, это бассейн. Барух, это когда мы спускаемся, то есть Всевышний спускает, потому что каждый бассейн, это как резервуар воды, и Всевышний спускает вот это все хорошее для нас. Когда мы говорим барух, мы просим, чтобы эта вода святая как бы спустилась в небе, чтобы все хорошее Бог спустил. И когда мы эту браху говорим, мы открываем ворота, через которые трубы, или ворот, как вы это хотите называть, через которые оно все будет спускаться. И когда человек не говорит эту браху, он как бы забирает все это хорошее от еврейского народа, то, что он должен был получить. Поэтому очень важный момент перед едой и перед митцами говорить вот эти короткие благословения, это занимает в прямом смысле слова несколько секунд, чтобы показать, что мы отняем в себя что-то, откуда мы это берем, и тогда Всевышний действительно нам будет давать. Рабхайм Каневский это было объяснение, первое объяснение, которое я сказал, это было объяснение Ходуша Рим, что человек должен себе давать отчет. И если он не дает себе отчет, то как будто он хватает у Бога. Хайм Каневский приводит интересное объяснение. Он говорит, что иногда люди хватают, если они как бы делают нелегальные усилия, чтобы получить вещи. Например, он приводит интересный пример, например, учение Тора. Человек хочет учить Тора. Замечательно. Что может быть лучше? Учение Тора это замечательная митцва, и наши мудрецы говорят, что нет другой митцва, которая даже сопоставима с ней. Но представьте себе, говорит Хайм Каневский, что вы пришли в синагогу молиться. И сейчас все в синагоге молятся. Сейчас, например, Хазан сейчас повторяет молитву. И вы должны слушать его молитву. Вместо этого человек, он берет, начинает учить хумы, начинает учить давьеми. И он хватает. Он хочет стать мудрецом. Надо учиться. И вот сейчас, когда он должен молиться, он идет учиться. Это неправильно. Еще один пример в Хайм Каневской приводит. Есть места, где нельзя учиться. Например, в туалете, если человек проходит мимо каких-то мест плохой, очень плохой запах, там нельзя, логически нельзя учиться. А человек, слушайте, что можно сделать? Я должен, я погрущен, я должен. Это неправильно. То есть, это опять-таки человек хватает. То же самое с деньгами. Человек, не говорим о людях, которые, не дай бог, прям-таки воруют и хватают. Есть вещи, которые, то, что на английском называется gray area, серая полоса. То есть, не то, что совсем воровство, но знаете, лучше, чтобы об этом никто не знал. Такое бывает маневр. Так тоже это, значит, человек хватает. И зачем сто процентов бы верил, что все от Бога, зачем тебе надо делать и такую бумагу, и так, и здесь. Если все от Бога, то уже ты думаешь, что так тебе Бог хочет это плевать. Рабхайм Каневский говорит, что это называется хватать. Когда человек делает, опять-таки, мы не говорим вещи, которые полностью запрещены, само собой разумеется, что это нельзя, но вещи, которые, то есть, пути, которые нет, прямые пути. То есть, опять-таки, называется хватать. И поэтому Рабхайм Каневский говорит, что то, что мы даже говорим, что может даже схватишь. Опять-таки, те люди, которые Медедж перечислил, они были действительно умные, они действительно были богатые, они действительно были сильные, но они ничего, они все потеряли, потому что они выхватили. Человек, который действительно хочет, чтобы это богатство у него осталось. Понимаете, лучше, чтобы это богатство было не такое большое, другое, чтобы оно осталось. Чем-то сбогатеть, стать миллиардером, и через несколько дней это потерять. Человек хочет, чтобы эти вещи с ним остались, и передать, особенно это детям и внукам, оно должно бы идти, как у нас говорят, покошерные. Третье объяснение этого Медреша, которое я видел, это Рапшим Шампинкес. И вот интересное объяснение, что Всевышний даёт всем на самом деле. И пищу, и жизнь. Наши мудрецы говорят, что Всевышний кормит даже личинки и великие существа. Кит в море тоже Всевышний его кормит. Всевышний так создан мир. В мире есть очень много живых существ. которых Всевышний кормит. Вот смотрите, на улице все. Там птички, белки и так далее. У них все, они все находятся в какой-то... То есть Всевышний как бы их кормит. Это как бы, если так можно сказать, законы природы. То есть законы природы, то есть Всевышний создал так мир, и так он течёт этот мир. Мы называем это законами природы, подразумевая, что слово природа, кстати, гематрия, слово природы и слово Бог на святом языке это локим и тевет, это одна и та же гематрия. То есть, когда мы говорим о законе природы, само собой подразумевается, что это законы Всевышнего. Есть ещё другой вид, когда евреи просят Всевышнего, чтобы он им что-то дал, и он им по просьбе, если они попросили, он им это даёт. Называется тфила. Это большая разница. Если человек просто ему Всевышний дал, он взял, даже не попросил, тогда он это получил, но это не подарок от Всевышнего. Мы даже говорим, что это не было подарком от Всевышнего. Просто Всевышний почему-то ему дал. Иногда это может быть, кстати, испытание. Иногда это может быть, не про нас будет сказано, когда грешник получает в этом мире награду за свои небольшие хорошие дела, чтобы в будущем мире получить только наказание. То есть иногда это, наоборот, очень плохо, когда человек получает в этом мире награду. Это не надо радоваться. Но иногда человек попросил, человек вымолил то, что называется. Тогда это называется подарок от Всевышнего. Тогда это действительно у него останется. Интересно, приводится в Мишнабруру. Мишнабруру – это логический свод, основная логическая книга еврейских законов. Мишнабруру приводит от имени Зор, что нежелательно варить или приготовить еду больше, чем на один день. То есть это запасаться. Я не говорю это логически. В наше время у нас другой мир. Мы запасы покупаем в холодильник, в морозилку. Но в идеале, как в пустыне. Им на день давали еду, завтра вы еще один день. Завтра ты опять попросишь Всевышнего. Мишнабруру приводит от имени Зора, что желательно каждый день, чтобы тебе надо было попросить еще раз Всевышнего. И это хорошее. Мишнабруру говорит, что когда человек садится кушать, перед едой, после еды мы благодарим Всевышнего за еду, Мишнабруру говорит, что перед едой желательно попросить Всевышнего, чтобы нам давали еду. То есть надо не забывать наше время, слава Богу. Сторое, слава Богу, мы живем в такое время, что практически где вы, цивилизация, простые евреи не жили, еда есть. Может быть больше, меньше, но голод – это не основная проблема нашего времени. Пророки говорят, что придет время, когда будет голод, но не голод на хлеб и воду, а духовный голод будет. Но физически, слава Богу, но мы должны просить каждый день, благодарить и просить Всевышнего. И тогда нам действительно дается это таки матана, и точно та же мудрость. Первое броха, когда мы просим из благословений, шмана эсре, когда мы просим, первое, что мы просим – это мудрость. Какими бы умными ни были, но надо поблагодарить и попросить. И сила, под силой я хочу сказать, это больше подразумевается, наверное, здоровье. Опять-таки, никто не собирается стать великим силачом, боксером. У всех надо быть здоровыми. Кто не хочет болеть, тогда же человек полностью здоровый, все у меня хорошо, у меня здоровое сердце, все хорошо. Еще раз попроси Бога. Бог, дай мне здоровье. Не надо ждать, пока человек не про нас будет сказано, заболеет, и потом просить выздоровления. А надо просто каждое утро, когда мы благодарим Всевышнего, дай нам Бог здоровья. Вы можете попросить своих родственников здоровья. То есть попросить и тогда, то, что Медреш говорит, то, что Бог дает именно, когда вы попросили, это действительно с вами, дай Бог, останется, действительно, чтобы все были здоровы. Как отголосок этого Медреша, есть очень интересный посок в пророке Ирмияу. Если вы посмотрите, пророк Ирмияу, это 9 глава. Интересно, мы это будем читать 9 ава, есть автора 9 ава. Дай Бог, чтобы пришел на шеях, чтобы мы читали другую автору, но запланированная автора на 9 ава, в конце этой автора написано, но не хвалиться, так сказал Господь, да не хвалиться мудрой, мудростью своею, и не дохвалиться сильной силой своею, и да не хвалиться богатой богатством своим. Те же три самые вещи, о которых Медреш говорил, мудрость, сила, богатство, говорит пророк, пусть не надо хвалиться, это не тем, чем вы можете хвалиться, вот я такой умный, я такой богатый, я такой сильный, говорит пророк, это не богатство, не мудрость, не сила, не надо хвастаться, чем да надо, но хвалящийся, пусть хвалится тем, что он разумеет и знает меня, человек, который знает Часовышнего, который понимает, что в мире важно, так это действительно можно, как говорится, похвастаться. Эти три вещи, интересно, те же самые три вещи, пророк говорит, нечего этим хвастаться. И на эти слова есть замечательный Медреж. Медреж говорит, что знаете, почему не надо мудрому хвастаться? Потому что любой мудрец, кстати, все мудрец действительно мудрец, Медреж говорит, он должен поблагодарить глупцов за то, что он стал мудрецом. Почему? Что делает его мудрецом? Если бы все были бы умными, если бы все вышли, сделал мир, что все были бы Эйнштейнами. Например, беру, возьмем Альберта Эйнштейна. Все были бы... Так Альберт Эйнштейн не был бы лариатом Нобелевской премии, потому что все такие умные. Значит, что сделала физика Эйнштейна великим физиком? Потому что простые люди не были такими умными. Так Эйнштейн стал великим физиком. Если бы все были бы такими умными, он не был физиком. То же самое химик, то же самое математик, то же самое богатый человек. Если бы американское правительство бы всем раздало по 5 миллиардов долларов. Вы поговорите, поговорите, но еще не за горами. Но если американское правительство напечатало бы и всем бы раздало по 5 миллиардов долларов, такие миллиардеры бы перестали быть богатыми. Потому что если все... Что делает человека богачу? Тем, что я богаче, чем другие. Что делает человека сильным? Силач. Если бы все были такими сильными, как Голио, получается, говорит, моя душа, мудрец должен благодарить глупцов, потому что глупцы тебя сделали мудрецом. Если бы не глупцы, ты бы не был мудрецом, ты бы не считался мудрецом. Поэтому, дорогой человек, говорит, дорогой мудрец, дорогой силач и дорогой богач, нечего хвастаться. Надо поблагодарить тех бедняков и слабых и глупцов за все эти вещи. Чем вы можете хвастаться? Это богобоязненность. Богобоязненность это такая вещь, которая у тебя есть. Интересно, поэтому теперь мы больше понимаем Мишну. Мишна в Перкеявод. Слушай, те же самые три вещи. Интересно, в Мишне четыре вещи. Первая Мишна четвертой главы. Бензойма говорит, кто мудр? Те же самые три вещи. Мудрость, сила и богатство. Кто мудр, говорит Мишна? Человек, который обучает, который у всех учится. Мудрый – это нечего, который все знает, который готов от своих учиться. Кто сильный, который может контролировать свои силы. То есть он может контролировать свою испольчивость, и он может контролировать свое негодование. Вот он такой сильный. И кто богатый, говорит Мишна, богат тот, кто рад своей доле. Он рад своей, он не зависит от других. Все три эти вещи, они не зависят от других. В отличие от того, что простые люди говорят богатство и мудрость, мы зависим от других. И поэтому Медж говорит, их надо благодарить. Мишна говорит, что богат – это тот, кто рад своей доле. Но никого не зависит. Мне все равно. Пусть у всех будет. Пусть все будут богатые, пусть все будут по миллиардам. Я доволен то, что у меня. Поэтому я богат. Кто сильный, сильный, который себя контролирует. Я не завишу ни от кого других. Я себя могу контролировать. Я не вспыльчивый. Я не обидчивый. Я понимаю, что все от бога. Кто мудрый – это тот, кто от всех учится. Я готов от всех учиться. Поэтому теперь мы больше понимаем, что вещи, которые не зависят ни от кого, это те вещи, которые действительно не наши. Интересно, это все эти мегрыши вокруг да около говорят о трех качествах любого человека. Еще раз, это мудрость, это сила и это богатство. То есть мудрость – это то, что внутри нас. Мудрость – это наш ум. Сила – это наше тело. Это уже следующая оболочка. Мудрость – это самая глубина, глубина. Тело, потом идет тело – это наша сила. И богатство – это независимо от нас. Это уже снаружи. Это наше богатство. То есть все эти три вещи и внутри, и тело, и снаружи наши мэдэши, наши мудрецы, наши пророки учат, как на этот мир смотреть и что делать, чтобы все эти три вещи у нас остались. И даст Бог мудрость, и даст Бог здоровье, и даст Бог богатство. Немножко продолжаю недельные главы. Во второй недельной главе приводятся поездки, путешествия еврейского народа. Написано, что интересно, комментарии говорят, что когда Мойшер Абейну путешествовал, он просто это записывал и перечисляются. Конечно, недельная глава называется «Массой», это значит «Стоянки еврейского народа». И многие мудрецы говорят, что каждый еврей должен пройти через все эти стоянки в своей жизни. Очень интересно, приводится, что каждый человек у нас есть в разной стоянке. Человек родился, он пошел в школу, он женился, одна работа, он переехал. Люди, это порядки вещей, люди имеют разные этапы жизни и точно так же еврейский народ. Еврейский народ, есть разные этапы жизни, еврейский народ, мы, вы, наверное, слышали, подавляется Луне. Луна, начинается маленький сер, потом он растет, 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 становится полная Луна, потом на убыль, на убыль, на убыль. Это еще так же история еврейского народа. Он пошел вверх, потом был эпоха царя Давида, царя Соломой, потом шел на убыль. Наша эпоха, в которой мы сейчас живем, мудрецы уже в Гиморе называли и к высаду Машеиха. Дословный перевод это пятка Машеиха. То есть это переходной период, мы уже готовимся к приходу Машеиха. Этот период не должен был, возможно, быть таким длинным, то есть немножко задержка получилась, но уже как минимум, как минимум, я подчеркиваю, последние сто лет мудрецы говорят, что мы живем, мы ждем со дня на день, как я так могу сказать, прихода Машеиха. И мы вышли как бы в эту последнюю стоянку еврейского народа. И сейчас, когда мы находимся в преддверии девяти дней, в этот четверг вечера будет Рашхой Дешав, начинается девять дней, это подготовление к девятой аве, девятой аве, это самый печальный день еврейского кавендаря, когда мы оплакиваем разрушение храма, стоит осознать все эти поездки еврейского народа, как мы пришли сюда, где мы оказались, и вспомнить о приходе Машеиха. Мне это интересно, что некоторые мои слушатели часто ко мне даже с претензией говорят, ну вот, вы опять начинаете про Машеиха, вечно вы говорите, он опять не пришел. Уже слышали мы, сколько уже можно. Какая же действительно интересная причина, почему я действительно опять-таки говорю про Машеиха. Во-первых, это один из 13 догматов веры, в которые мы должны верить. Есть еще интересный момент, в том, что мы должны в это верить. Написано, когда мы молимся, если вы посмотрите в Сидуле, одно из благословений, это мы просим Ешу, мы просим спасения. И мы говорим, ибо мы ждали спасения каждый день. Некоторые говорят, чем больше евреи ждут Машеиха, тем больше шанс, что он придет. Само собой разумеется, основной план привезти Машеиха, это делать хорошие дела, делать митцвот, чтобы евреи заслужили приход Машеиха. Но сам факт, что евреи хотят, чтобы он пришел, уже это должно привести Машеиха. И поэтому я, особенно в преддверии девяти дней, хотел еще раз коснуться этой темы. Интересно, в 13 догматах вот этих веры, это предпоследнее, это что мы верим, в Хея, что мертвые встанут. Но предпоследнее, что мы верим, в приход Машеиха, написано, что они я верю в приход Машеиха полной верой, и я жду его каждый день. Я жду его каждый день. Есть комментарии, которые говорят, что в субботу он не может прийти, некоторые говорят, что он может. Есть разные объяснения. В конечном итоге он может прийти каждый день. Если он придет, он вам объяснит, на каком основании он пришел в субботу, как это так. Но он может прийти каждый день, рассказом был один большой раввин, он сказал интересную фразу, он сказал, что если бы ко мне пришел какой-то святой человек даже, и сказал, вы знаете, я вам гарантирую 100%, завтра он придет, я бы ему не поверил. Почему завтра, почему не сегодня? То есть настоящая в идеале вера, которая требуется и которую мы ждем от каждого еврея, это каждый день человек действительно должен ждать. Теперь вы мне скажете, что, к сожалению, мы видим и знаем, что мы верим на словах и так далее, если я действительно верю, что он придет каждый день, а что я покупаю себе такую дорогую фазенду, и почему же я покупаю еще одну дачу, и почему же придет завтра? В времена Гимора, Гимора уже говорила, что в наше время определенного срока, говорит Гимора, не стоит покупать слишком много недвижимости, потому что придет машина и все обесценится. Так почему же все эти люди делают? Так очень интересно, я слышал прекрасный комментарий, что среди другое, среди этих самых догмата веры, там есть вера, что я верю полной веры, верою, что Всевышний следит за каждым деянием, которое я делаю. я верю, полной веры, поэтому я верю, что Всевышний вознаградит хорошие поступки и накажет плохие поступки. Там написано, что я это верю, действительно, я уверен, что те, кто слушают мои уроки, не только те, кто их слушает, мы верим, что есть Бог на свете. Просто вам говорят, есть Бог на свете, если есть Бог на свете, значит, есть система награды и наказания. Так подождите, если человек действительно в это верит, вы никогда не слышите, что есть люди, которые официально религиозные люди, которые в это верят и иногда не грешат. Что вам сказать? Какой ответ? Потому что он, конечно, в это верит, но не так глубоко, чтобы уже не грешить. То есть если его спросить, конечно, он в это верит, но сказать, что он пропитан этой верой, есть разные уровни. Есть люди, которые настолько в это верят, действительно, они не грешили. Их вера Всевышнего была настолько глубока и настолько сильна, что в любой ситуации они могли себя контролировать, они понимали, что Всевышний за мной следит. Как же я могу это сделать? Как же я могу это сделать? Называется богобоязненность. Есть разные уровни богобоязненности. Есть люди, которые верят и есть люди, которые верят. Так есть, которые объясняют, что же даже с приходом шеиха. Есть разные уровни веры. Конечно, в идеале и желательно, чтобы действительно человек полностью верил. Даже если человек верит не настолько глубоко, это тоже хорошо. И эту веру надо в себе культивировать, и она должна расти. Так вот сейчас, в двери девяти дней, когда нам эти законы сделали, и мы действительно постановили разные законы, которые нам напоминают, чего у нас не хватает. Что у нас все-таки еще не все есть. Как бы мы прекрасно не жили, опять-таки, большинство евреев, слава богу, живут в нормальных условиях, и даже духовные, давайте скажем так. Физические условия точно, и даже духовные. Практически в любой стране мира есть синагоги. Практически в любой стране мира можно быть религиозным евреем. Даже, я не знаю, в Иране, там есть... То есть человек... Те страны, в которых живут евреи, практически во всех странах можно все соблюдать. Практически во всех странах есть кошельная еда, практически во всех странах можно делать обрезание и так далее. Так чего же нам не хватает? Так зачем нам ошеях? Я слышал замечательный пример от Раба Дюшон. Раб Шмул Дюшон. Он, кстати, процитировал кого-то другого. Он не упомянул имя. Представьте себе, что один очень богатый еврей делал свадьбу. Очень богатый еврей. И он женит своего сына. Ну, он не только был богатый, он был знаменитый. К нему приехали на эту свадьбу, приехали много ручеши, приехали много великих раввинов, приехали много богчи, приехали многие политические деятели, там, мэр города приехал. И огромная свадьба, само собой разумеется, очень там много-много людей, огромный оркестр готов играть. И вдруг люди обращают внимание, что что-то не то. И видят, что этот главный отец-сын ходит на телефоне все время, что-то не то, что-то не то. И начали уже шушкаться, что-то не то, что-то не то. И потом он со своими глазами на глазах берет микрофон и говорит, что я только что говорил со своим сыном. И, к сожалению, он мне сказал, что, знаешь, папа, что тебе сказать? Я вот жил, я учился в Ешеве и так далее, но я понял, что на самом деле я не верю до конца в это все. То есть я действительно все соблюдаю, на это все поверхностно. И я чувствую, что это не мой образ жизни. Тут я понял, что я еще буду жениться, кому-то еще портить жизнь. Такая хорошая еврейская девушка, действительно, она действительно глубоко верующая. Куда мне? Знаешь, давай посмотреть правде в глаза, давай отменим свадьбу, я пойду спокойно жить, как нормальные, кавычках, люди. Извини. И все. И папа со слезами на глазах, папа ничего об этом не догадывался, он действительно думал, что его сын в Ешеве и так далее. И он со слезами на глазах говорит, извините, все отменяется. Но он действительно со слезами на глазах говорит, к сожалению, мне надо сказать, что все отменяется. Пауза, молчание, представляете, что происходит. И вдруг один не очень умный человек говорит, слушайте, уже же за еду заплатили, уже же оркестр есть. Да давайте покушаем. Пусть музыка играет. Покушай, давайте покушаем. Ну, танцевать, не хотите танцевать, но без хосына. Хорошо. Слушайте, все есть. Ну, так одного человека нету просто жениха, но все же остальное есть. Давайте будем кушать, давайте все в порядке. Так, то, что сейчас находится в мире, наш мир, на самом деле, мир действительно, мир замечательный. Мы, на самом деле, живем в эпохе Машеха. Каких-то там 200 лет назад, если бы взять простого, местечкового еврея, и сказать, Янкл, как ты думаешь, в Осмейнсте, что будет, когда Машех придет? Никто бы не мог себе представить, даже 100 лет назад, тем более 200, тот мир, в котором мы живем. У нас есть горячая вода, у нас есть электричество, у нас есть свет. Тоже говорит о технике, что вы меня можете видеть на расстоянии каком, и слушать мои уроки, и в записи. И мы уже живем в эпохе Машеха. Все замечательно, все уже есть. И можно все соблюдать. А ничего только не хватает, просто хосона нет. На свадьбе уже все есть, мы просто ждем, мы просто жениха нет. У нас нет храма, мы не можем соблюдать основные законы, нет как бы самого главного. То есть Всевышний, написано, что не только евреи находятся в Галуте, но сам Всевышний, если так можно сказать, мы не понимаем, как там Всевышний находится в изгнании, но сам Всевышний, так можно сказать, находится в изгнании. Пока в Израиле, в Иерусалиме, даже в Иерусалиме, слава Богу, сколько синагог и так далее, но на месте не должен стоять храм, там золотой купол. К сожалению. Все эти знаменитые фотографии стены плача, которые называются все еще стена плача. То есть самое святое место для евреев это все-таки стена плача. Как человек в эти момент, в этот момент, когда надо все-таки осознать, где мы находимся, что нам дано, что нам не дано. Я не буду освещать именно сами законы девяти дней. Божьей помощью я постараюсь выставить короткий, очень короткий, буквально восьмиминутный урок на YouTube, или его можно послушать в записи. Просто сами законы девяти дней. На следующей неделе, чтобы не надо было, если надо будет, я, может быть, коснуться именно своего девятого ава. Но пока что мы должны просто подумать, мир, в котором мы живем, это замечательный мир, сколько всего хорошего в мире. Действительно, сколько симхот, сколько еврейских детей рождается, сколько еврейских пар женится, сколько замечательно, сколько синагог строится, действительно, сколько всего хорошего в мире. Но чего-то нам не хватает, надо это не забывать. И дай Бог, чтобы действительно все вышли. Нам это дал Матония. В двух словах повторим. Начало нашего урока есть три основных черты характера, три вещи, которые каждый человек имеет. Это мудрость, это сила и это богатство. И мы, Медыш привел великих мудрецов, великих богачей, великих силачей, которые все потеряли. Или одно объяснение, потому что они чувствуют, что они это выхватили, они как бы они это достали. Или как в Харгане сказали, что они получили это неправильным путем. Или Шевченко сказали, что они это не вымолили. В любом случае, если человек помнит и чувствует, что это от Всевышнего, дай Бог Всевышний это даст, и дай Бог моя молитва, чтобы все наши слушатели, все евреи, и у них мудрость была, и богатство, и здоровье, и силы. И после всего этого надо помнить, что в наше время, дай Бог, чтобы у человека все это уже было. И мудрость, и богатство, и силы, и здоровье. И все равно в мире чего-то не хватает. Мы входим в эту полосу. В четверг вечера начинается Ашходыш Ав. Ав, само слово Ав, это отец. Некоторые говорят Менахам Ав. Это скрабящий отец, который Менахам у нас, Менахам дай нам Нахому. И мы надеемся, что действительно, точно так же, как написано, что Машех родился в 9 Ава, и мы молимся, чтобы Ямей Авейлус, дни Траура, они превратятся в дни Симхи. Действительно, чтобы 9 Ава стал большим еврейским праздником, чтобы действительно в следующем году, в следующий наш урок, чтобы был действительно в отстроенном Иерусалиме. Всего хорошего и до встречи. Продолжение следует...